Судьба, допустим, не даёт человеку двигаться вперёд в жизни. Она его давит, давит, его мучает, и возникает такое чувство, что ничего не получится в жизни. Это чувство называется депрессией. Судьба уходит назад, чувство собственного достоинства уходит назад, и человек такой, как бы он такой становится бледный, такой несчастный, такой депрессивный. Ну, вроде он не униженный, а просто он не чувствует, что у него что-то получится. У него нет сил уже, он не знает, что делать вообще, уже замучила судьба, и он такой, как бы, может мне напиться там, или давиться там, что делать-то? Ну, то есть он не знает, что с судьбой делать. Или наоборот, у человека всё получается, но он не знает, как с этим быть. Вот у него пошла, как бы, жара в жизни, он вот, ага, стало лучше. А давай-ка мы ещё сделаем лучше, чем даже если не получится, равно лучше. Вот, допустим, если пошла жара, а сейчас кредит возьму, ещё больше жара, а потом ещё кредит, а потом ещё больше жара. Это называется суета. Чувство, собственно, достоинства уходит вперёд, и человек начинает бежать впереди паровоза. Ну, то есть в результате в жизни нет времени вообще, то есть он не может там вздохнуть. И для таких людей, там, эти, Макдональдс, реклама Макдональдс. Для каких людей? Для которых не могут поесть нормально. Там, поэтому, хот-доги продаются. Ну, то есть быстрее. Хватил этот, он даже в рот не помещается. Быстрее надо, быстрее. Вот, пожрал быстрее. Ну, нельзя сказать, что поел, да? Там, в Макдональдсе не едят, там жрут. Вот, пожрал, и быстрее бежать куда? Дальше. Потому что это корм. Зачем? А? Это корм, потому что это еда. Ну, пускай будет корм. Поклевал. Поклевал кормом. И побежал дальше. Да? Это что такое? Это значит, что ты не можешь принимать успех. Ты не можешь относиться к нему нормально. Тебе надо больше и больше. Ты не можешь остановиться. Ну, успокойся просто. Ну, развивайся постепенно. Самое лучшее развитие это постепенно. Допустим, человек открыл фирму. Он думает, если я сейчас возьму много денег, много людей на работу возьму, и сразу много прибыли. Деньги, товар, деньги. Все. Это тупое мышление. Потому что фирма развивается не с помощью того, что ты кредит возьмешь, а с помощью понимания, как все работает. И понимание это приходит постепенно, на маленькой схеме. Сначала поизучай на маленькой схеме, потом дальше еще надо понять, что самое главное ведь в твоей коллективе это люди. Ты людей набрал, они же все каждый в свою сторону. И как бы все, как бы не то, что они все, оба, сейчас тебе будем успех делать. Нет, они каждый своим тараканом приходят, как бы один туда раздерпанили, все есть твой кредит, разбежались, а ты сидишь у разбитого кредита. Почему? Потому что это неправильное мышление. Если смотреть в глубину этого неправильного мышления, то ты просто суетишься. Ты не хочешь чуть-чуть подождать. Ну, посмотри, как твоя судьба действует. Возьми, развивай свой коллектив. Ты же не знаешь, сколько тебе людей положено. Может быть, тебе не положено, вот столько по судьбе, а столько положено. Может быть, тебе вот этого вообще не положено. Ну, изучай, попытайся посмотреть, как у тебя все пойдет. Потом ты понял, как работает все, понял, как люди у тебя пришли нужные, Бог все помогает. Хорошо. Надо ли брать кредит? Ну, чуть-чуть надо. То есть, взял чуть-чуть кредит, сколько? Чтобы легко было отдать. Чуть-чуть развился, потом дальше, потом чуть-чуть развился, дальше, чуть-чуть развился, дальше. И сейчас там много всего еще есть. Если ты не уважаешь старших, тебя власти замучают. Если ты не любишь равных, не сотрудничаешь с такими, как ты завидуешь всем, тогда у тебя не будет сбыта. Если ты не уважаешь младших, не заботишься о своих подчиненных, они тебя будут предавать и разбегаться, и мучить, и так далее. То есть, есть много-много всего. Понимаете? Я думаю, все деньги возьму, все получится. Это тупое мышление. И откуда оно берется? Оно берется от неправильного понимания, как устроена жизнь. Если ты думаешь, сейчас быстрее, это уже просто неправильное понимание. Объясняю, оно не только в бизнесе работает. Вот, допустим, девушка увидела, что на нее посмотрели. Она теряет себя сразу, и на нее уже больше не смотрит. Почему? Потому что смотрит-то зачем? Чтобы видеть, какая она красивая, счастливая, жизнерадостная. Человек питается достоинством человека, а не его привязанностью. Если я, допустим, привязался к кому-то, то сразу неинтересно. Вот, допустим, зачем вы смотрите на меня? Ну, что от меня должно, по идее, исходить счастье. Но если я пользуюсь тем, что вы смотрите на меня, от меня счастье не будет исходить. Вот, смотрите, например, сейчас начинаю по-другому читать текст. «Здравствуйте, я рад вас всех видеть!» Понимаете? Ну, все, я пошла с лицой. Ну, точно так же, если женщина, она на меня посмотрит, все уже больше не смотрят. Почему? Потому что она тянет, она не может выдержать это, то, что ей могут дать человека, Бог может дать. Она не может это выдержать, у нее слюна течет. Или человек приходит к начальству, пригласили, он очень хороший человек, решили просто отблагодарить. Он такой приходит к начальству, он говорит, я вообще-то бескорыстно к вам настрою. Начальник смотрит, смотрит, говорит, ну, мы передумали, вы идите, мы с вами больше встретятся не будем, пока. Я, когда эту тему объяснял, одна девушка решила в это время подарить мне цветы. Она встала из зала и пошла. Я побежал к ней навстречу и начал, как бы, брать у нее цветы. Она, я говорю, это мне же, давайте. Она такая, не дам, я не так хотел. Потом пошла, села на место и с цветами сидит. Я говорю, вы мне дарить-то будете? Она говорит, потом, когда вы успокоитесь. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, если ты, как бы, слюна потекла, если ты не можешь терпеть успеем, значит, тогда он от тебя уйдет. И все. А как его терпеть? Надо понять, что это не главное просто. Главное, вот, если ты хочешь быть бизнесменом крутым, главное, это люди. Есть люди, которые, вот, хотят от тебя этой деятельности. Ты, допустим, хочешь продавать вещи какие-то, ну, просто продавать то, что людям надо. И им это действительно надо. Если хочешь быть медицинским центром, ну, тогда научись их лечить, чтобы они были счастливы. Вот об этом думай. А все остальное Бог тебе даст, даст возможности и все прочее. То есть, человек должен вот в этом ключе настраиваться. Но если он, как бы, настроен на потребление, то есть, он к судьбе так относится, тогда чувство собственного достоинства уходит вперед, человек начинает суетиться, он теряет вообще возможность даже наполняться. И люди в основном, почему я об этом говорю, люди в основном так настроены в жизни. Работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Люди даже не видят этого мира вообще, они не могут на него, как бы, потому что в этом мире есть возможность пополнять себя. Кстати, чувство собственного достоинства, оно, это и есть, ну, как бы, это и есть сила, которая показывает энергетику человека, его наполненность. Хорошо, я, ну, согласен, я хорошо, согласен. Я когда был в армии, у меня был абсцесс вот здесь на руке. Абсцесс такой. Нужна была операция, нужно было резать. Я решил проэкспериментировать. Я занимался йогой, самоконтролем. И я попросил, можно без наркоза? Хирург такой был, ну, юморист такой. Говорит, можно? Ну, тоже армейский такой. Говорю, а почему ты хочешь без наркоза? Я говорю, хочу свои способности проверить. Он говорит, можно. Но я когда буду резать, если я увижу две вещи, первое, что ты хочешь все-таки наркоза, тогда мы его сделаем. Ну, то есть, обезболивание в виду местное. И второе, второй вариант. Если ты будешь это, тебя поведет, значит, я тоже просто не спрашиваю тебя, буду это делать. И я, меня не повело, и я не попросил. Ну, больше без наркоза, я не согласен. Понимаете, иногда человек может за премию бросить, если здоровье крепкое. Но это неправильный способ проводить операцию, понимаете? Ну, то есть, другими словами, это можно. Вот вы привели такие примеры, это нормально. Если человек крепкий, он может это сделать. Но я, как профессионал, бы так делать не стал. Потому что я знаю последствия. Я видел много примеров, когда люди неправильно это делают, и какой бывает результат потом. Вы же говорите, я много бросал. Ну, видите, то есть, вы сказали, Олег Геннадьевич, я как бы, меня было плохо, но я сознание не потерял. Круто, но есть люди, которые теряют сознание. Понимаете, просто я еще раз вам повторяю, послушайте меня внимательно. Вы говорите, я много бросал, но тогда не смог, а потом смог. Я вам могу объяснить, почему так произошло. Потому что у вас сменился период. У вас наступил другой период астрологический, где вас не так сильно напрягало. Вы можете мне верить, можете нет, но это так. Понимаете, что касается этих ребят, то тут как бы вопрос только в их крепости. Если они крепкие, молоденькие, тогда нет проблем. Но если человек в возрасте, уже там сорокет, и он такой курил всю жизнь, ему как бы бросишь, премию дам. Он бросил, премию получил и помер. Олег Геннадьевич, можно я еще задам вопрос по теме лекции про отношения? У меня есть бизнес, у меня есть бизнес-партнеры. Вот мой вопрос, он следующий. Ну, так как вот, в общем-то, он касается отношений и честности между сооснователями. То есть, как вы будете честно-основателем, у меня есть еще другие проекты, в которых я там участвую, то есть, периодически там от них отвлекаюсь. В общем-то, мой вопрос заключается в том, где есть грань между скрытностью и честностью между партнерами. То есть, если я там делаю какие-то проекты дополнительные... Хотите честно? Да. Вот честно вам скажу. Только когда люди имеют очень глубокие основания внутренние, они могут быть честными. Этими основаниями, это только два бывает основания. И люди являются соратниками. Соратники, это значит, что вместе воевали, допустим. То есть, они рисковали жизнью и спасали друг другу жизнь. Вытаскивали с поля боя друг друга, понимаете? Или вместе с горы там лезли, как Высоцкий поет, понимаете? И там спасали жизнь друг другу. Или эти люди имеют очень глубокие представления о жизни через веру в Бога. Ну, то есть, у них есть просто религиозные принципы, которые они никогда не нарушат. Вот, допустим, меня как бы... Мне задали вопрос. Как бы, вот много девушек красивых, все Вас любят. Как бы, почему бы Вам... Ну, как бы, не сделать, как все лектора делают, современные. Ну, как бы, чуть-чуть, иначе стал популярным. Раз себе получше нашел жену. Есть только одна причина, понимаете? У меня есть принципы. Я останусь со своей женой по-любому. Понимаете? Потому что у меня есть принципы. Я знаю, что такое совесть. Вот и все. Другой причины нет. Я Вам ответил, почему я так сказал, объясняю. Потому что, когда есть успех, когда есть большие деньги, нет никакой правды. Нет никакой... Понимаете? Все вот эти вот... Когда люди создают совместный бизнес, это все до очень большого успеха. Как только очень большой успех появляется, и люди тогда... Каждый имеет свое представление, как распорядиться деньгами. И если это представление не совпадает со всеми странами, даже честные люди не могут быть вместе. Они просто расходятся. Потому что деньги — это разрушающая сила, это несоседающая сила. Поэтому, если Вы хотите верить в своих компаньонов, то это безумие. Потому что только вот эти две вещи спасают людей, сохраняют вместе. Или у него... Они очень развиты, как личности. У них есть нравственные ценности. Или они прошли огонь и воды вместе. Все. Больше ничего не сохраняют. Никакой честности, никакая честность не работает. Понимаете? Честность... У каждой честности есть предел. Ну, другими словами, вот как бы... Вот человек говорит, я честный человек. Хорошо. Никаких камер нет. Никто не зафиксирует. Дальше. Кладем. Один доллар. Десять долларов. Сто долларов. Тысячу долларов. Десять тысяч долларов. Сто тысяч долларов. Миллион долларов. Десять миллионов. У вас, да? А кого-то на один даже уже сработает. Понимаете? Это просто вопрос... Ну, массы денег. Понимаете? Если масса очень большая, то у человека рвет просто... Ему говорят, все это твое. Но ты при этом будешь вор. Ну, да ладно, вор не вор. Какой-то момент сработает этот механизм. Понимаете? Потому что деньги это сила. А против силы... Ну, или, допустим, ты говоришь, да я устойчивый человек. Хорошо. Тебя тянут канатом там десять килограмм усилия, сто килограмм усилий, тысяча... И ты улетел. То же самое деньги, они также имеют силу. Поэтому, чего вы хотите от своих компаньонов? Я не про компаньон, а про себя по поводу скрытности. То есть вообще... А, вы про себя? Да. Я не про партнер, это про кто и свою жизнь. Свои, зачем мне себя осуждать, оценивать? Я про себя говорю. То есть я же... Ну, от того, что... Скрытность — это признак разума. И тогда просто второй вопрос — то есть право расхода. Если скрытность — это не приводит к обману, то это признак разума. Просто вопрос заключается в том, что есть еще... Как бы есть еще искренность, но она нужна только в той среде, где есть возможность... Ну, где есть верность, а это духовная среда, понимаете? Я могу своему наставнику открыть сердце, но если меня спрашивают открыть сердце простой человек, я не буду этого делать. Зачем? У меня было одно событие тяжелое лет 15 назад. Я взял, как бы, раскаялся, ну, при людях это сделать. Это была глубочайшая ошибка вообще. Потом это событие взяли и крутят до сих пор в интернет. Недоброжелатели мои. Я-то чистым сердцем просто раскаялся, они это используют для того, чтобы меня очернять сейчас. Скрытность нужна, потому что дебилов много вокруг. Неизвестно. Какой ситуации они поступят? Может, сейчас они не дебилы, потом, как бы, у них прорвется. Никто не знает. Если нет духовной среды, нет вот этих принципов верности и нет спасения жизни друг друга или вот это вот очень глубокое чувство благодарности к человеку, который ты испытал в жизни, ничего больше не работает. Нет гарантии, что вас не предадут. Какие-то большие силы могут подействовать на людей, и они не смогут устоять. Скрытность – это нормальный признак разума. Больше того скажу, вот, допустим, женились, да, муж с женой вместе живут. Скрытность необходима, потому что только через годы они станут верными людьми и могут как бы, ну и то не надо говорить о том, что какие как бы проблемы были в прошлом там. Не обязательно. Это может помешать отношениям, а не помочь. Понимаете? Мне одна женщина говорит, я разрушила семью, потому что я призналась мужу, что я вот так себя вела в жизни до замужества. И он мне постоянно в это вставил вину. И в конце концов это привело к разрушению семьи. Так в чем смысл ее откровения? Она разрушила свою семью своим откровением просто. Спасибо. Ваш вопрос? Здравствуйте. Скажите, а что Вы можете сказать про семейный бизнес? Столько его вести с женой или с родственниками, братьями? Если семейные устои очень крепки, это традиционные устои, это восточная семья, скорее всего, то есть где очень сильно уважают старших, и роли в бизнесе именно так и распределены, что самые квалифицированные люди, они в семье тоже старшие, тогда это бизнес просто непотопляемый. Но если это семейные устои очень слабые и родственные связи очень слабые, это не восточное мышление, то этот бизнес семейный – это страшная вещь. Она будет… Это ужасно тяжелая вещь вообще, труднопреодолимая. Например, муж с женой делают бизнес, у них не будет личной жизни. Они… ну, личную жизнь создает женщина, и она… И для того, чтобы ей создавать личную жизнь, ей надо пространство, в котором она живет, от дела освободить. То есть, другими словами, муж приходит домой, он не должен думать о делах рядом с женой, он должен строить отношения с ней, любить детей, любить жену, и забыть про свои дела. То есть она должна построить такую атмосферу. Но если она в бизнесе находится, то она сама будет думать о делах вместе с ним, и в результате она не будет дарить ему любовь. А это значит, что он постепенно будет в этом чувстве истощаться, и произойдет следующее. Он с этой женщиной будет продолжать делать бизнес, но жить будет с другой. Я таких вот так вот уже примеров знаю. Но если люди разумные, они могут как бы делами заниматься на работе, а дома забыть про них и просто семейную жизнь создавать, тогда все нормально будет. Ну, то есть это риск, понимаете? Есть еще другие риски, их просто миллион. Ну, допустим, вы берете на работу папу. Вот мне привели пример. Папа вот такой классный. Работа ноль. На работе ноль. И он подчиненный, папа подчиненный. Почему взял на работу? Потому что папе как-то надо жить, а он больше не может устроиться. Ты его взял на работу, и у тебя рушится вся фирма, потому что он ноль в своей деятельности. И ко мне человек задал вопрос, что делать? Я говорю, слушай, скажи папе следующее. Папочка, это была большая ошибка, что я тебя заставил работать. Я тебе деньги должен давать просто так. Надо папочке давать просто так и убрать его с работы. Иначе ты и папочку потеряешь и деньги. Все вместе. То есть бизнес, он не может объединять родственников между собой? Восточная семья. Еще раз повторяю. Есть семьи с очень крепкими, сильными устоями. Они в бизнесе становятся очень сильны. И поэтому весь Восток состоит из клановых бизнесов. Весь Восток из этого состоит. Там эти клановые бизнесы выживают гораздо сильнее, чем корпоративные. Просто никакого сравнения. Вся Индия так живет. Там Пакистан, Турция. Все вот эти все страны. У них семейный бизнес у всех. И ты туда не влезешь никак. Потому что у них кровное чувство друг к другу. Понимаете? Они такие люди. Они так живут. И у них такая культура. Теперь второй вариант. Вы знаете, что ваш самый близкий человек просто из-за простой квартиры может порвать вам глотку, если у вас не такая культура. Вот он был для вас самым близким человеком. Но просто он был братом или сестрой. Но просто ему нужно больше жилплощади, чем он думает, что вам нужно. В результате он берет эту жилплощадь себе. И ему все равно, как вы к этому отнесетесь. Начинается вражда, которая разрушает отношения полностью. И всегда здесь есть две грани. И запомните, если вы сильно любили какого-то человека в жизни, и вы с ним разошлись, этот человек станет вашим врагом. Ну то есть у любви есть две крайности. Это любовь и ненависть. Точно так же родственники, самые большие враги в жизни, это родственники. Если у них как бы предательство произошло в отношениях, это потом на всю жизнь очень сильная вражда. Невозможно, человек не может забыть это все. Потому что он сильно доверял, он сильно верил. И потом бабамс, вот такое произошло. Если руководитель имеет связь с воровским миром, как быть сотрудником? Я думаю, что я не буду отвечать на этот вопрос. Значит, не судьба. Нет. Иногда разумные люди знают ответ, даже если его не произнесли. Потому что есть два способа ответить. Можно произнести ответ, от которого с тобой ничего не будет. А можно произнести ответ, и с тобой от него что-то будет. Поэтому я просто не произношу ответ. Но разумные люди знают ответ. Ладно, мои хорошие, я просто немножко как бы, ну, я для чего перерывчик сделал? Для того, чтобы вы поняли ценность темы. Понимаете, чтобы вы поняли, что от того, как вы будете распознавать интеллект людей, которые вас окружают, будет зависеть весь ваш бизнес, потому что главное в бизнесе это люди. Кадры решают все. Владимир Ильич Ленин. Знаем как бы этот момент. Это очень ценный и важный момент. А кадры означают ваше распознание. Как вы видите людей. И что вы, ну, насколько вы сильно, насколько вы сильно в них разбираетесь. Вот это надо понять. Давайте я сейчас еще несколько тем вам освещу, чтобы это будет как бы, как домашней работой вашей, чтобы вы дальше в этом двигались вперед. А следующие лекции свои я уже так распланировал, что они будут похожи на эту. То есть мы будем погружаться именно в изучение человека. Ну, то есть я понял, что лидерам надо вот этот ликбез, как бы, а не надо изучать человека в целом. Кто такой человек, как он ведет себя, какие люди бывают. Ну, чтобы вы разбирались. Давайте несколько тем еще тоже так же разберем. Это связь интеллекта человека с его поведением и взглядами на жизнь. Связь выполнения обязательств с состоянием разума. Влияние желаний на адекватность и разум человека. Первый подраздел. Смотрите на человека. Если вы видите, что он по природе имеет сильные желания, то разум его обязательно будет попран в какой-то момент. Ну, допустим, он... Как определить, что у человека есть сильные желания? Это значит, что он неустойчив в своих психических функциях. То есть он сегодня у него хороший настроение, завтра плохое, послезавтра он в депресснике. Потом он говорит, я работать не буду, не могу, извините, у меня вот проблема такая серьезная. Это все нормально, понимаете? Но есть одна проблема, которая точно может вас коснуться. Проблема заключается в том, что этот человек, у которого есть сильные желания, он может в какой-то момент стать неадекватным с точки зрения ваших отношений с ним. Понимаете? Потому что само по себе сильные желания, они... Это та штука, которая тянет за собой разум. Одно сильное желание может разрушить способность человека нормально соображать. Мы можем привести пример. Любовь, допустим, человек влюбился. Самый большой мудрец, который влюбился, теряет крышу. Рвет крышу у любого человека. Или, допустим, у человека появилась какая-то фикс-идея. Вот ему захотелось то-то купить или куда-то съездить, или еще что-то. И он не может от этого отвлечься. Это тоже рвет крышу. И т.д. Понимаете? Есть куча таких моментов. Но есть просто, в принципе, два типа людей. Один тип человека, у него, в принципе, не бывает таких сильных желаний. А другой тип человека, у которого, в принципе, всегда бывают сильные желания. Все. Если вы увидели, что у человека бывают такие сильные желания, его, как бы, ну, крыша срывается периодически. Он приходит, может быть, к вам за советом. Помогите, что делать. Вот я сильно влюбился. Или сильно хочется того-то. А может быть, мне поехать в Америку жить. А может быть, мне этому человеку помордина давать. Он, как бы, я не могу жить и думаю о том, как его избить. Он меня обидел. И так далее. Какой вывод можно сделать? Не доверяйте этому человеку ответственные дела. Не потому, что он плохой человек. Просто он неустойчивый. Он может вас подвести из-за того, что его рванет крышу не в тот момент, когда надо. Вот и все. А он это не контролирует. И вот как раз вот здесь все песни молодости. Я для этого их, как бы, и собрал. Природа. Пусть летят. Нету нужды. Обгоняя безумие ветров хмельных. Эскадрон моих мыслей шальных. Да, вот типаж запомнили? Не доверяйте. Будет жесть просто. Будет жесть. Ну, то есть, человек сам согласен. Он говорит, я такой, мне так нравится жить. Будет жесть, просто жесть. Запомнили, да? Ну, то есть, это, это означает, что, ну, нельзя доверять, потому что желание, природа желания не меняется. Это его строение. Он так устроен, этот человек. Желание, это, это тоже, есть скелет, есть грубый скелет, вот грубое тело, а есть тонкое тело. И там тоже есть свои законы. Если у человека такие желания сильные, то не надо ему что-то ответственное, у него крышу рванет в самый неподходящий момент. Следующий вариант. Влияние на исполнительность, склонность видеть недостатки больше, чем положительное в человеке. Ну, это природа просто, понимаете, вот склонен он это видеть. Вот почему змея копит яд? Потому что она склонна видеть недостатки. Также скорпион тоже. Есть ядовитые люди точно такие же. Вот он хороший человек, но он, понимаете, вот он видел что-то, и он не может от этого отвлечься. Как определить, что человек такой? Он подходит, он сначала, ведь все хорошо, он подходит к вам, к старшему, говорит, ой, мне не нравится этот человек. У него крышу рвет, он говорит, этот человек плохой, я не могу рядом с ним работать, и все. Вот, и он как бы его рвет, он не может ничего с тобой сделать, все. Этот человек плохой. Будьте уверены, что пройдет какое-то время, и то же самое у них произойдет в отношениях с вами. Он точно так же увидит какой-то недостаток у вас, и тоже к нему примагнитится, и тоже будет у него рвать крышу. Он будет страдать от того, что он, у него руководитель плохой. Но тогда уже нейтрализовать никто не может, потому что до этого вы объясняли, что нормальный, в принципе, человек. И человек как-то более-менее приходил в себя. Но если он к вам примет такую позицию, кто ему объяснит? Все, как бы, ларчик закрылся. То есть, другими словами, если человек очень хороший, крутой специалист, но он склонен сильно видеть недостатки и погружается в это, не рассчитывайте на него сильно. Ну, пусть у вас работает. Ну, просто знайте, что в какой-то момент, когда он начнет вас недостатки видеть, его надо выиграть немедленно. Потому что, если человек видит в старшем недостатки и подкритиковывает его, это значит, что этот человек разрушает все вокруг. Он становится причиной разрушения вашего коллектива. И его надо выгнать. Нет другого выхода просто. И вы скажете, а нет причин, он хорошо работает. Найдите какую-нибудь причину. Это ваш долг найти эту причину, иначе вы погубите всех. Дальше. Ранимость и рассудительность. Тема. Ранимость. С рассудительностью сочетается? Нет. Ну, то есть, мы говорим, если о лидерских качествах. Если человек просто работает где-то там у вас, он ранимый очень, ну, успокаивайте его, если он вам сильно нужен. Никаких проблем. Но если он должен принимать решение, и он очень ранимый, это невозможно. Это несочетаемые вещи. Человек ранимый, только устойчивый, означает, что... Что значит устойчивый? Я подошел к своему наставничку разок и спрашиваю, как быть устойчивым? Я хочу быть устойчивым. Он говорит, дайте мне какой-то совет. Он посмотрел на меня, говорит, есть только один способ быть устойчивым. Я говорю, какой? Ничему не удивляйся. Понимаете, о чем я говорю? Ранимость означает, что человек сильно удивляется. Он как бы, ой, он не ожидал. Все, что происходит, ничему не удивляйся. Как вот мне нравится вот этот в этом плане фильм «Белое солнце пустыни». Знаете, во всем фильме никто ничему не удивляется. Все совсем согласны. Граната прилетела, закурил, как бы выбросил. Это значит смелые люди, то есть они ничему не удивляются. Смелые люди ничему не удивляются. Петьку закололи, как бы вытащил. Петруня там, ну не удивился. Как бы все нормально. Ваше благородие, как бы господа удачи, там на этом взорвали, как бы накатили. Все нормально. Классно, правда? Мудрецы сидят, кепки слетели, как бы взорвало. Как сидели, так и сидят. Круто. Это признак силы, душевной силы людей, когда они ничему не удивляются. Уважение и надежность. Следующая тема. Вы хотите надежных людей вокруг себя иметь? Очень простой способ проверить. Есть люди природно уважительно настроенные. Это надежные люди. Вот они, допустим, человек очень уважительно относится к людям, вообще, к тебе, к другим людям. Ты, допустим, на кого-то разозлился, подходишь и говоришь, я бы этого человека порвал. И он говорит, мне кажется, что он более-менее нормальный. Не стоит его рвать. Понимаете, человек так, как вам ответил, надежнейший человек. Потому что уважительность признак надежности. Понимаете? Если человек склонен, как бы не уважать людей, это ненадежный человек. Не надо верить, что этот человек вам в будущем спасет ситуацию. Только уважение является критерием надежности. Если человек способен уважать людей, означает, видеть в них хорошее, считать, что это главное в них. Этот человек верный. Он останется с вами. Если человек склонен видеть недостатки больше, чем хорошие, не уважает, подкритиковывает, не развивайте его, не вкладывайте в него, не обучайте его. Не давайте ему роста, этому человеку. Это безнадега. Это качество никогда в человеке не изменится. Надо много жизней прожить, чтобы начать уважать людей. Понятно, да? Очень важный момент. Здоровый образ жизни и интеллект. Это то, о чем мы с вами говорили. Да, курение и алкоголизм, ну, или подкуривание, подвыпивание, это не значит, что человек не интеллектуальный. Это не значит, что человек дегр там какой-то. То есть люди, которые курят, могут прекрасными быть качествами. Они могут быть прекрасными сотрудниками, и которые выпивают, могут прекрасно быть ответственными людьми. Но само по себе выпивание делает человека безответственным. Другими словами, когда человек выпивает, это приводит к безответственности, потому что так влияет алкоголь на мозги, на разум. Человек ответственный, но если у него есть эта привычка, надо постепенно от нее уйти, иначе тенденция пойдет в сторону безответственности, хоть это и человек ответственный. И то же самое, если человек курит, он может быть очень сосредоточенный трудолюбивый он может быть очень концентрирован поэтому он и курит что перенапрягается но придет время его концентрации трудолюбие и возможность трудиться будет таять потому что он курит понимать курение разрушает способность работать у человека постепенно это приводит тому что человек становится неспособным тяжелую работу выполнять точно так же как человек который выпивает не способен нести на себя ответственность и быть верным понимаете в этом во всем придет время и он его подкосит и когда человек курит и выпивает есть только одна причина это неправильный образ жизни больше нет никакой причины надо помогать своим сотрудникам менять образ жизни ездите с ними на природу выходные играйте волейбольчик пускай они почувствуют природу что значит изменить образ жизни означает почувствовать энергию природы вот если собачке нравится свежий воздух она загавкает всех понимаете но придется ее выпустить и пойти с ней в парк и вместе с ней вы в парке тоже поймете почему собачка туда рвалась потому что в парке хорошо когда вы вместе с собачкой гуляете вы тоже привыкаете чувствовать что это очень хорошо дышать свежим воздухом и потом гавкать уже вы будете чтобы вместе с собачкой побежать и это называется изменение образа жизни это значит вредные привычки до свидания надо полюбить природу до свидания вредной привычки это тоже самое что курение это значит что он не может отдыхать просто и все а полный человек то же самое вы понимаете это одно и то же почему человек полный потому что жрет на ночь здесь все очень просто смотрите с 12 ночи до 12 дня идет идет с 12 ночи до 12 дня идет распад в организме потому что солнце поднимается когда солнце поднимается она активизирует процессы идет распад в организме с 12 дня до 12 ночи идет синтез потому что солнце опускается солнце опускается все начинает синтезироваться Понимаете, поэтому если человек основную свою пищу принимает с 6 вечера и до 12, то у него не может просто быть распада, у него идет синтез. Это называется обжирание на ночь. А почему человек обжирается на ночь? А потому что он не может снимать с себя напряжение. Женщина выпивать не будет, женщина курить не будет, она будет объедаться тортиками на ночь. И она станет толстой в результате. Это признак неправильного образа жизни у женщин. Женщины будут курить, скорее всего, не будут пить, они будут объедаться тортиками на ночь. И это означает, что она теряет себя. Она теряет красоту, гормональные функции, здоровье, все теряет. А причина этого образа жизни — отсутствие любви к природе. Потому что природа дает отдых, она тебя наполняет силой. Дальше поехали. Итак, вредные привычки, если есть, это значит, что у человека есть тенденции к тому, чтобы меньше работать, меньше выполнять свой долг. Это просто не то, что он сейчас это будет, это просто тенденция, это на годы. Тебе надо поставить задачу избавить его от этого, иначе ты потеряешь человека как функциональную единицу. Депрессия. И способность достигать цели. У вас хороший лидер, допустим, он разбирается в теме, он все знает, как сделать. И вы говорите, давай, сделай, брат. Но у него ушла жуна. Одна только проблема. И он никакой. Он ходит и все время думает об этом. Это состояние сознания называется депрессия. Допустим, вот хочу вам сказать. Депрессия и способность достигать цели — несопоставимые вещи. Если человек находится в депрессии, он не может добиваться целей. У него там своих проблем хватает, какие цели, понимаете. Он не может отдать свою жизнь на то, чтобы вам как бы танк подорвать. У него как бы, у него там своя жизнь, но на работе как растение. То есть он функциональный, давать советы. Он может вам, если у него большой опыт, он может вам все сказать, как делать. Но достигать цели он сам не сможет. Потому что для того, чтобы достигать цель, нужен энтузиазм. А депрессия и энтузиазм — это прямо противоположные вещи. Поэтому если человек в депресснике находится, у него там кто-то ушел, умер, там еще что-то, вы не надо его как бы ставить на какие-то важные вещи, где надо, прорыв нужен. Не сделает он этого. Вредные привычки и лидерство. Еще раз повторяю, человек с вредной привычкой может быть лидером. «Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой». Ну то есть мы знаем, там фронтовые годы, все курили, все пили и победили войну, да? Это возможно. Но это разрушает лидерские качества. Поэтому мы знаем также, что эти лидеры, многие потом спились там и так далее. После войны уже это произошло. Ну то есть, другими словами, надо убирать эту вещь. То есть нужно заботиться о своих подчиненных в плане здорового образа жизни. Дальше, следующая — хроническая усталость. Несовместима с трудовой деятельностью. Вот если у человека хроническая усталость, то он не может работать в принципе. Ему надо менять образ жизни, иначе он вообще помрет. Хроническая усталость — это признак того, что дальше уже так жить нельзя. У кого из вас хроническая усталость? Дальше так жить нельзя. Нужна природа, нужен здоровый образ жизни. Нравственное, духовное образование — очень важная вещь. С одной стороны, все знают, что искренне верующие люди — это и есть успешные люди. И вас сразу, опа, что-то мы знаем другое. Объясняю, почему. Есть два отклонения в истинной вере. Два отклонения всего. Они хорошо разбираются даже в православии, в философских каких-то моментах. Два отклонения в истинной вере. Вы знаем, книжники и фарисеи, да? Ну, то есть два отклонения. Так вот, давайте по-русски это скажем. Кто такие книжники? Это люди, которые очень много читают, много изучают. Они очень теоретично к вере относятся. У них очень большие, высокие идеалы и принципы. Они ставят принципы выше людей. Вот если ты как бы крестик не носишь, с тобой разговаривать не о чем. Понимаете, да? То есть у них для человека как бы... Если ты не веришь в Бога, как я, то ты просто для меня ноль. Это книжник. Запомнили, да? Это неверующий человек. Я еще раз повторяю. Истинно верующие люди. Это успешные в жизни люди, потому что все самые лучшие качества в них проявлены. Но есть люди, у которых есть завихрение в мозгу. То есть они ставят принципы выше человека. Другими словами, они ставят знания выше любви. Любовь всегда выше всего. И любовь формирует знания. Любовь — это и есть Бог. Понимаете? Бог состоит из любви. И если человек... Любовь как основу принимает, он всех любит, всех принимает, тогда он и может изучать, как правильно верить в Бога. Но если человек поставил принципы выше людей, если ты как бы, как, знаете, одна женщина приходит к своей наставнице и говорит, вы знаете, у меня, я вот как бы такой веры, ну не буду конкретизировать, а муж другой, она смотрит на нее и говорит, ты что, немедленно бросай его. Понимаете, монашка, как бы религиозный человек, который изучает философские писания священные, заставила женщину, принудила бросить мужа просто из-за того, что у нее другая вера. И теперь сразу возникает вопрос, а эта женщина вообще, эта монашка, у нее есть Бог в сердце или нет? Она верит в Бога? Нет, она просто книжник. Понимаете? То есть она верит в принципы, а не в Бога. Она видит во всем только правила, она не видит людей, она не видит, что эти люди любят друг друга, у них дети совместные, они очень сильно привязаны. Понимаете, она в конце концов все закончила с тем, что она не послушала просто. Но это через слезы, сопли, как бы и очень серьезную беседу. Страдания, да, то есть потому что она верила в свои наставницы, понимаете? Я вам хочу сказать, что будьте осторожны в том плане, чтобы четко распознавать, кто такой верующий человек. Есть одно правило, которое четко показывает, что это верующий человек. Главное, принцип и понимание, что у человека есть вера в Бога в сердце, это добросердечие. Если у человека доброе сердце, оно все принимает, все прощает, значит Бог живет в этом сердце. Если там живут знания, книги, принципы и правила, это не значит, что там Бог живет. Понимаете, поэтому настоящий верующий человек, это очень ценный человек. Если вы находите такого человека, он вам поднимет все, и бизнес, и жизнь, и все. Но это очень редко. И второе отклонение, это фанатики или фарисеи, как хотите их называйте. То есть это люди, которые не книги изучают, не правила изучают, как жить. Если человек не следует этим правилам, значит он просто дерьмо. Для этого человека. Вот если ты пост не соблюдаешь, ты просто дерьмо. Понимаете, с тобой нечем поговорить. Если ты на службу не ходишь, значит ты просто ноль в моей жизни. Понимаете, это книжники. А есть еще фанатики или фарисеи. Что это за люди? Это люди, которые... Ну ладно, я по-другому вам расскажу, чтобы вы поняли. Есть... Ну как бы мы сейчас попроще все будем делать. Есть пингвины. Пингвины это такие птицы, которые как бы... Они идут вперед, ничего не замечают. Они иногда толкаются, все падают вокруг них. Вот так вот, да? И есть ежики. Ежики, они как бы им трудно очень друг с другом жить, потому что иголки, понимаете? Они как бы сближаются и колятся. Да вот книжники это ежики, а фанатики это пингвины. То есть они идут вперед вместе. Но они никого не видят вокруг них, они видят только цель. Людей у них нет вокруг. И как бы пингвины когда бегут, бегут вот так вот, да? А если пингвин рядом, он как бы раз, отлетел, тот даже не заметил. Потому что им надо к воде, понимаете? Им некогда там разбираться, кто отлетел, кто не отлетел. Понимаете? То есть фанатики это люди, которые не видят людей. У них нет людей вокруг. У них просто есть цель. Вот допустим, что это значит? Это значит, что человек просто бросил жену с детьми, да? Почему ты бросил? Она как бы не молится по утрам. Ну и что? Ты ее не любишь что ли? Нет, я люблю, но она не молится по утрам, я ее бросил. Это фанатизм. Понятно, да? Есть фанатики, которые как бы они признают только свою цель. Если кто-то не следует этой цели, значит все до свидания. То есть для них людей нет. Вот если ты, допустим, не идешь к моей дороге, значит я тебя не вижу. Ты для меня не существуешь. Есть фанатики, а есть книжники. У книжников, даже если ты идешь к моей дороге, если ты вот этот философский принцип не понимаешь, значит ты вообще ноль просто. Понимаете? Это книжники. А фанатики это люди, которые у них что-то в голову сбрело и все. Это неверующие люди. Вот эти две категории это неверующие люди. И они, если попались вам на дороге, допустим, вам на работу пришел один из этих двух категорий, как их распознать очень просто. Посмотрите, как человек себя ведет. У фанатиков, у них все, кроме их веры, это враги. Их надо или расстреливать, или просто сослать в ссылку из страны. Пусть живут в другом месте. Что им здесь жить? В нашей стране. А книжники это те, которые они правила создали. Если кто-то правилам не следует, допустим, скажете, а вы скажете, а как вообще это в жизни? Чего вы, Олег Геннадьевич, как бы загибаете? Хорошо, в жизни. Вы женились, да? Поженились друг с другом. Или на работу кого-то взяли. Вот вам в жизни, пожалуйста, вы поженились. Почему люди ругаются? А это правило выше человека. Вот так надо, понимаешь? Вот так надо, и все. А если так не ешь, все тогда. Это книжники. А еще фанатики. Я поехала за рубеж. Слушай, я как бы не могу туда поехать, я к этой стране привык. Но я тогда одна поехала. Это фанатики. И поехала, и все, и живет там по барабану, как бы. Вроде прожили 10 лет вместе. Я поехала, я хочу, и поехала. Все. Или на работе вы работаете, допустим. Ты понимаешь, что делать надо вот так? Понимаешь или нет? Знакомы, да? А если на ногу вообще никак тогда. Или вы заходите в храм и там, плосочек одевай, плосочек. Платочек не одел, все капец, значит. Это книжники. А фанатики им по барабану вообще, они тебя не видят. Он просто видит Бога. Он прошел мимо, ты как бы тебя задел, ты упал. Дет дальше, как бы. Тебя нет. Потому что у него есть цель и нет препятствий. Это не обязательно проявляется только в среде верующих людей. Это просто в жизни проявляется. Просто добросердечие является основой развитой личности. Смотрите, как человек относится к людям. Если для него люди имеют ценность, значит это развитый человек. Если что-то выше людей, принципы, правила, или его, как бы, цель. Ну, допустим, взяли руководителя. И он просто цель, уперся в цель, как бы. И он просто сжигает народ. Надо работать больше. Народ уже там пищит, визжит, уже там инфаркт, инсульт. Ничего страшного, работаем больше. Вот. Это фанатик. Его нельзя ставить руководитель. Он просто сожжет народ и все вам. Или человек говорит, работаем только так. Ну, если у человека какие-то другие варианты. Нет, только так. Это все тоже, как бы. Сердце является основой лидера. Если у человека доброе сердце к людям, он поймет и новые технологии. Все поймет. Человек с добрым сердцем все поймет. Это значит, что он достоин быть старше. Ни образование большое, ни способность видеть цель не является главным в лидерстве. Люди. Если ты видишь людей, значит, ты достоин. И видеть людей можно только по одной причине, если в твоем сердце поселился Бог. Если ты действительно верующий человек, ты тогда будешь видеть людей. Они то подходят, они под твои как бы эти какие-то нормы или нет. И так, что такое ответственность? Ответственность — это определенный вид совестливости. Когда человек хочет сделать все честно. Ну, то есть, ответственность — это невозможно без отношений с Богом. Ну, то есть, совесть означает Бог. Ответственность — это совестливость. Потому что, бывает, люди все делают правильно. Ну, они все выполняют как надо. Но это не ответственность. Просто они делают, потому что так надо. И все. Ответственность означает совестливость. Ну, то есть, человек делает на совесть. Не потому что, ну, бывают люди, он сделал свое и пошел. Он все сделал. Но совести в этом нет. Ну, то есть, если там нештатная ситуация будет, он как бы по-брабану, это же меня не касается. Это безответственность. Ответственность означает совестливость. Честность, мы говорили, честность состоит из двух моментов. Первое — доброта. Второе — способность понять человека. Доброта означает, в целом, как бы ты склонен любить людей, относиться к ним снисходительно, в целом. Как увольнять человека? По-доброму. И тогда это не разрушит ни тебя, ни предприятия, ни человека. По-доброму. Увольнять надо. Трудолюбие. Что-то должно стать причиной трудолюбия. Неизвестно, что станет причиной. Вот, допустим, я когда работал студентом, мы собирали картошку на поле. Собирали картошку. Я взял вместо одной грядки три, и все угорали надо мной. А я очень быстро все это собирал. И когда старший преподаватель, который нас там привез туда, на это поле студентов, он спросил меня, почему я три грядки взял. Я ему сказал честно, но он не понял. Я ему сказал, потому что я хочу, чтобы у страны было больше картошки. Но это была молодость, потому что я потом узнал, что вся картошка идет на спирт. Ну, позже. Если бы я узнал в это время, я бы не стал три грядки брать. Ладно. Стабильность — это сочетание многих факторов. И главным из них, как ни странно, является здоровье человека. Если у человека нет здоровья, он не может быть стабильным. Также мотивация, правильная мотивация — это отношения. Есть два типа мотивации, основных. Это деньги, второе — отношения. Запомните, если в вашей фирме главная мотивация — это деньги, значит, тогда она скоро загнется. Если в вашей фирме главная мотивация — отношения, но вы не пренебрегаете деньгами, потому что это нечестно — строить отношения и унижать людей в их праве иметь деньги. Ты обманываешь, значит, людей. Но если ты им даешь столько, сколько по судьбе им положено, и при этом ты все-таки их мотивируешь отношениями, тогда у тебя начнется прибыль и развитие. Ну, то есть первое, ну, когда люди собираются вместе работать, все равно будет первая мотивация — это деньги. Понятно? Люди не из-за отношений приходят, им нужны деньги. Но потом надо все это поменять. Если ты поменять не смог, ты не выживешь. Твоя фирма не сможет быть успешной. Надо вкладываться в отношения, и главной мотивацией должны быть отношения у людей, в конце концов. И тогда они привыкнут к зарплате, которая есть, и дальше начнется прибыль. Потому что когда появляются новые деньги, и отношения не являются основой, то их раздербанят сотрудники. Как это происходит, никто не знает. Вот деньги новые появились, вам придется тому дать, тому еще. Ну, то есть вы не сможете их удержать, потому что люди психически сильнее вас. Они будут на вас давить, будут истерить, кричать, что если ты мне не добавишь, я не смогу у тебя работать, мне надо будет идти. Потому что почему они это делают? Потому что они чувствуют, что деньги есть. Надо орать, давить для того, чтобы их взять. Но если отношения являются основой, то прибыль пойдет несомненно. Предсказуемость. Предсказуемость означает отношения. Если отношения достигли той степени, которая дает предсказуемость, то вы победили судьбу. Но если вы так строите отношения с людьми, что вы знаете, что от них ожидать, значит, вы победили судьбу. Это ответ на ваш вопрос. Все люди скрытные по природе. Потому что каждый хочет жить. Но если есть отношения, ты знаешь, что от человека ожидать. Это значит, что ты не попадешь в просаг. Ладно, я вас замучил. Все нормально? Пару вопросов. Да? Знаете, почему вы к этому относитесь положительно? Потому что вы не знаете тему. Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, допустим, я отношусь к хирургам очень положительно. Но если хирургами становятся все, кто хочет быть хирургами, просто потому что они почитали по хирургии книжку, и можно уже оперировать, то тогда я к этому отношусь отрицательно. Знаете почему? Потому что вы не знаете, что такое астрология. Астрология – это понимание хода времени. Это не то, что ты как бы посмотрел в книжке, как написано, все это посчитал и говоришь, вот он, правильный ответ. Дом сгорит через два дня у тебя. Понимаете? То есть, понимаете, как бы ход времени надо понимать. А ход времени может понимать только мудрец, который с временем имеет дело. То есть, как понимать ход времени? Надо молитвой его пощупать, надо уметь понимать, где плохой период, где плохой хороший. То есть, надо понимать ход времени, надо с ним иметь дело, с этим ходом времени. Но если ты имеешь дело только с книжкой, то этот человек не является астрологом. Понимаете, быть астрологом очень сложно и редко. И если этот человек действительно астролог, советоваться с ним в подборе персонала, это классно. Но если вы хотите знать, где найти настоящего астролога, я вам сейчас скажу. Найдите искренне верующего человека, который любит людей. И спросите его, задайте вопрос, вот брать мне этого человека на работу или нет. И за пять минут беседы с вами, вы поймете, хоть он и не рубит вообще ничего, в подборе кадров. За пять минут беседы с вами, вы поймете, брать этого человека вам на работу или нет. Потому что запомните, для того, чтобы видеть время, чувствовать время, нужна просто религиозность, то есть, нужно глубокое чувство. Когда у человека есть, или другой пример приведу, допустим, вы хотите посоветоваться, как вам вести себя с женой. И у вас выбор, очень крутой специалист по психологии, или просто друг, который вас любит. Куда вы пойдете? Крутому специалисту. Хорошо. Я вам сейчас скажу. Понимаете, только есть одна личность, которая все знает. Эта личность зовут Бог. И Бог действует только через людей, которые вас любят. Если вы придете в человек, который искренне, не подлизывает вам, никак не подыгрывает, а действительно к вам по-настоящему честно относится, этот человек будет говорить голосом Бога. Он вам скажет то, что Бог вам хочет сказать. И лучше вы про это ничего не узнаете ни у кого. Но психологи часто говорят просто книгами, понимаете? Им по барабану. И вы, и ваша жена. Они просто... Хорошо. Объясняю в целом. Один раз и навсегда. В древней культуре была только одна специальность. Она называлась наставник. И эта специальность включала в себя подразделение. Только наставник имел право быть врачом, психологом, астрологом, нумерологом. Потому что квалификация быть духовно развитым человеком стояла выше этих подразделений. Если человек не духовно развитый, он не может лечить людей, потому что у него нет на это сердца. Если человек не духовно развитый, он не может давать советы по личной жизни, потому что у него нет на это сердца. Если человек духовно не развитый, он не может видеть ход времени, потому что у него нет на это сердца. Поэтому раньше не было психологов, астрологов и врачей, раньше были только наставники, и они выполняли, этих наставников называли брахманами, и они выполняли все эту деятельность. И только брахман имел право на эту деятельность. Чтобы стать брахманом, надо было стать человеком сначала. Понимаете? И главный признак этого брахмана, этот человек, как он проверялся, что он достоин заниматься этой деятельностью. Знаете, как проверялся? Очень просто. Он не хотел от людей денег. Есть только две вещи. Или ты хочешь помочь человеку, или ты хочешь от него денег. Энергия или идет от тебя туда, к человеку, или от человека к тебе. Так вот, если ты хочешь денег, ты никогда не сможешь ни вылечить его, ни посоветовать ему ничего. А чтобы не хотеть денег, а хотеть помочь, надо стать очень возвышенной личностью. Поэтому в древней культуре не было астрологов, психологов. Были только брахманы, которые имели право заниматься этой деятельностью. Но сейчас этой деятельностью занимаются не брахманы. Поэтому у них нет сердца, чтобы дать вам астрологический совет. У них нет сердца, чтобы дать вам психологическую консультацию. У них нет сердца, или не хватает, правильнее сказать, для того, чтобы предвидеть ваше будущее, разобраться во всем. В этом проблема, понимаете? Не в самом знании. Ну все, значит вы попали на нужных людей. Значит у вас хорошее сердце, и оно притянуло хорошее. Я не говорю, что нет психологии. У меня, допустим, жена астролог. И мы вместе с женой подбираем супружеские пары наших знакомых. Я этим тоже занимаюсь. Я не против астрологии. Я против безнравственности. Эти знания требуют очень высокой именно духовной квалификации. Поэтому сейчас эти направления очень сильно дискредитированы. Понимаете? Часто психологи людям говорят, что тебе надо еще одного партнера, потому что ты с женой ругаешься, потому что у тебя половая неудовлетворенность. А жена тебе не может в этом помочь, потому что все, что она могла, она для тебя уже сделала. Тебе надо найти еще одну. Для того, чтобы ты был счастливый и удовлетворенный. И люди большие деньги за такие советы платят. И этот человек просто он тупой. Он не понимает, как устроено отношение вообще. Он не знает, что если он находит себе еще кого-то, тогда у него краник отношений, краник искренности, любви с женой закрывается навсегда. Или пока он не раскается. Он не знает просто этот человек этого всего. Потому что он начитался книжек, он не знает жизни. Да? Когда компания, ты видишь, как должны выстроены бизнес-процессы, ты, собственно, сам этот бизнес-процессы выполнял. Их на сегодняшний день исполнение, плюс ко всему отсутствие вообще проникновения вышестоящего руководства к исполнению, к качественному исполнению всех поставленных задач. И понимание того, как оно должно быть, каким образом взаимодействовать с таким... Супер-супер вопрос. Это супер вопрос. Мы сейчас пришли к реальности, да? Реальность такова, что никто ничего не рубит на самом деле. Кругом один бардак. Это реальность. Как работать с руководителем, который не рубит как надо? Вот они разваливают фирму. Доброта. Понимаете? То есть вы видите, что руководитель развалит фирму. Как сделать так, чтобы он не разваливал? Примите его таким, как он есть. Это ваша судьба. И по-доброму ему объясняйте, как надо. Придет время, он поймет, потому что ваша доброта... Ну, истину или знание можно в сердце плюнуть человеку только через трубочку доброты. Доброта означает принятие. Примите этот человек, поймите, что это ваш объем работы. Он не понимает, как правильно. Он не шарит, не понимает, как процессы построены. И через доброту учить его этим видеть процессы. Я сейчас объясню вам. Смотрите, все очень просто. Иногда Бог дает таких младших, которые очень классно помогают тебе, хоть ты и старше. Вот, например, подходит ко мне младший и говорит, Олег Геннадьевич, а правильно мы вот делаем, когда мы вот так делаем? Он рассказывает, как я делаю. И он так по-доброму, очень так смиренно. Я говорю, конечно, неправильно. То есть что он сделал? Меня обучил. Ну, как он обучил? Правильно. Показал неправильно. Он показал это как? То есть подчиненный это тот, кто не может командовать старшими. Яйца курицу не учат, понимаете? Но если яйца очень смиренные, то курица становится мудрее. Ну, то есть вы можете, вы младшая, вы можете подойти и сказать, вы знаете, я, конечно, не разбираюсь во всех глубоких тонкостях того, что вы понимаете, как происходит, но у меня-то есть такое ощущение, что вот здесь вот надо делать так, иначе вот будет вот так. И он говорит, это ощущение неправильно. Хорошо. Проходит время. И вы подходите, вы знаете, помните, я вам говорил, что если вот так, будет вот так. Вот так уже произошло. Вот. Ну, я ни к чему, я как бы ни к чему не обязан. Конечно, вы знали, что вы больше во всем этом разбираетесь. Но я хочу сказать еще одну вещь, что если вот сейчас вот так не сделать, то будет вот так. Опять очень смиренно. И он начинает чесать репу. Почему? Потому что система работает. Все. И так постепенно, а потом он почесал-почесал репу. И думает, а почему бы эту девушку не поставить туда вообще? Она же шарит. Но если бы он, вы по-доброму не спросили вот так смиренно, он бы и не узнал, что вы шарите. Потому что, когда ты спрашиваешь грубо и кришь, аааа, вот так надо, тебя никто не услышит. Вот так и происходит повышение человека в должности. Вот так повышение человека в должности происходит, когда человек проявляет смирение и мудрость. И вот сразу наверх, наверх, наверх. Ладно, желать счастья всем будем? Да. Понравилось вам вчера? Да. Ладно, давайте все сядем прямо. Часик это круто. В апреле у нас в следующий раз будет. Готовьтесь. Вообще у нас еще онлайн есть, знаете, тоже ретриты. У нас есть онлайн благость проект, клубы благость есть. Вот, допустим, в клубах благость у нас дистанционно можно, я желаю всем счастья, ретрит будет по всей стране тоже. Он будет проходить в январе. Ну, то следите за этим. Есть такие варианты, не такие крутые, конечно, как вот так вот мы собираемся в Москве. Есть еще один крутой вариант, это приехать на фестиваль благость. Там два таких ретрита проводятся за один фестиваль. Кто из вас был на фестивале? Помните, да, как там? Четыре часа утра встали. С 15 мая по две недели идет в Анапе. А? Да, то есть еще с 15 сентября до 1 ноября. Когда-то начнется следить, я точно не знаю. По-моему, с первого фестиваля? Там на фестивале благость собираются только такие люди, энтузиасты со всего мира. Можно перезнакомиться, там порядка 40 стран мира обычно приезжают. И все вместе тоже порядка тысячи человек, как вот у вас было в зале, собираются и поехали. Ну там атмосфера вообще просто. Люди же специально для этого приезжают там вообще. Ну у вас в Москве было тоже вчера круто. Я не ожидал, что вы такие, вы включитесь сильно. Вы почувствовали, да, так? Долбанули хорошо. Все сели прямо, чуть-чуть вспомним вчерашний настрой. Долбанули хорошо.